Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, который, может, не всегда на протяжении веков волновал человечество, но сейчас в условиях городской среды, современного общества и отделения подрастающего поколения От поколения родителей, просто в сферу того, что не как в древности люди вместе сидели за гончарным кругом, отец учил сына кузнечному ремеслу, а мать учила тоже какому-то ткаческому делу, а сейчас уже такое фрагментированное общество Поэтому выявилась новая проблема, проблема, как остановить подростков от причинения себе умышленного физического вреда Прежде всего надо сказать, что если подросток уже причиняет себе умышленный физический вред, это вопрос уже выходит за рамки духовной сферы Это уже вопрос здоровья физического, причем не того самого физического вреда, который себе подросток нанес, это уже вторично Это вопрос физического здоровья, здоровья тела в плане нервной системы, потому что надо помнить, что нервная система это не часть души Да, душа и тело очень тесно переплетены, пока человек не умер, душа и тело пока не разделились, то до конца четкую границу мы все равно не проведем Но тем не менее нервная система это тоже часть материальных вот таких клеточек нашего мозга и сигналов, которые проходят по этим клеточкам к самым разным уголкам нашего тела И поэтому, конечно, если уже ребенок наносит себе физический ущерб, то нужно обратиться к специалисту, к психологу И порой даже если психологическая помощь не помогает, нужно уже какое-то курсовое лечение психиатра Но тем не менее надо понимать, что такие вещи, они не зарождаются на ровном месте И здесь как раз для того, чтобы убрать причины, по которым ребенок себя, а подросток все равно еще тот же ребенок подталкивает к таким действиям Тут нужна некоторая духовная решимость Прежде всего, с чего мы начинаем? Мы когда смотрим на священное писание, мы всю полноту Библии берем Но вначале мы глядим на Новый Завет Да, не хронологически начинаем читать книгу Бытия и дальше пошли Нет, христианин прежде всего читает Евангелие, потом послание апостольским внимает И уже потом книгам Ветхого Завета переходит Точно и так же и мы вот в своем порядке действий в этой ситуации сначала смотрим на евангельский текст На знаменитую притчу о блудном сыне Евангелие от Луки, 15 глава И вот этот самый блудный сын, который взял имущество, унес, все растратил, спустил на блудниц, на игры, голодал, можно сказать, бомжевал вместе со свиньями И вот он возвращается к своему отцу И отец, и он возвращается, не прыгает отнюдь к нему в свое объятие Он от отца дистанцируется Говорит, нет, вот я тебя не достоин, все, я тебя хочу держаться в стороне Но отец что же делает? Когда он был еще далеко, увидел его отец его И жалился его, и побежав, пал ему на шею и целовал его Сын же сказал ему Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим А отец сказал раба своим Принесите лучше одежду и оденьте его И дайте перстень на руку его и обувь на ноги его И приведите откормленного теленка И заколите, станем есть и веселиться Ибо этот сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся И начали веселиться Возможное отличие от ситуации притчи Это то, что ребенок в такой ситуации не испытывает раскаяния И как-то отнюдь не торопится даже на распростертое объятие отца ответить Но это, увы, потому что и родители не настолько соответствуют Небесному нашему отцу и Богу, Спасителю нашему Увы, потому что ребенок чаще всего так делает Когда у него есть некоторое беспокойство И он его не может вырастить Если ребенок как-то более разрушительный Может быть более печальная ситуация Что он начнет этот физический ущерб приносить не себе, а другим Или не физическим ущерб То есть он может начать стравить более ближних сверстников Или более младших Может издеваться как-то над младшими братьями и сестрами Может просто кого-то влезать в драку, бить, колотить Причем, ну, например, на нее провоцируют Но это все будет хуже То есть если уже ребенок наносит физический вред себе Это уже не самая плохая ситуация Хотя, например, сказать, ой, ну, мой сын там очень любит подраться Или он какой-то зардирчивый И так человек по гордости, он мне, ну, конечно, зато себя в обиду не даст А вот как-то даже кому-то рассказать, что да, там у меня сын или дочка Берет и себе там как-то порезы какие-то наносит на руках Это вот уже как-то стыдно, никому не скажешь Но корень бед и там, и там один Потому что уже нету того внимания Нету внимания родительского И мы должны действовать на опережение Если мы не можем все время действовать как Бог-Отец Который дает все и отпускает А потом принимает абсолютно без всего То надо брать и начинать с этого Начинать с того, чтобы показывать ребенку Что что бы ты ни сделал, я тебя очень люблю Я о тебе забочусь Я хочу с тобой веселиться И уже только после этого Когда ты уже показал ребенку, что веселишься вместе с ним Когда ты хочешь, когда ты чувствуешь его жизнь Когда ты уже вошел в его жизнь с любовью Снова, обратно Причем преодолев его сопротивление Потому что уже все, подростку не до родителей То только после этого ты можешь открыть Ветхий Завет Вспомнить слова царя Премудрого Соломона Биет сын, которого любят Не в смысле телесных наказаний А в смысле того, что уже разобравшись ситуации Как родитель, который наказывает подростка Который взял и более младшего какого-то ребенка и сбил Да, то понятное дело Здесь родитель не может оставаться в стороне И не может только его гладить и говорить Ой, какой ты бедный несчастный Точно так же и подростка, который причиняет вред себе Уже с какого-то момента Да, надо как-то жестко одергивать и наказывать Но это можно сделать Только проходя через Новый Завет в сторону Ветхого Только начиная с любви Только начиная с совместной радости И возможно тогда до вот этой мудрости Соломона Но которая еще в Ветхом Завете у нас была И сейчас уже можно без нее обойтись И в вашей ситуации без нее можно будет обойтись И проблема разрешится Продолжение следует... Продолжение следует...